Антуриум – уход в домашних условиях, почему сохнут листья. Антуриум – антириум – одно из самых популярных растений и экзотов, встречающихся почти в каждом доме и офисе. Даже если идеально продуман за цветком антуриум – уход в домашних условиях, почему сохнут листья растения, сказать можно только внимательно. Изучив все возможные причины возникновения данной проблемы. Их может быть много, но не выявив причину, не получится устранить пожелтение листьев. Почему у антуриума сохнут листья питными или целиком? Чаще всего листья могут пожелтеть по естественным причинам. Если же за растением осуществляется неправильный уход или оно подвергается воздействию грибковых или инфекционных заболеваний, листва покрывается коричневыми питными и постепенно отмирает. Поэтому цветоводы должны тщательно следить за состоянием своего экзота, тогда не возникнет целый ряд затруднений. Антуриум – естественный процесс старения. Взрослые растения, которые растут много лет и не пересаживаются на новое место, испытывают недостаток питания. Ведь почва даже при применении постоянных подкормок истощается. В результате листья стареют и постепенно высыхают. Чаще всего это происходит у растений в возрасте 6-7 лет. В первую очередь отмирают нижние листочки. Естественное пожелтение листьев цветка, неправильный уход, неправильный уход может проявляться по-разному, от причины зависит решение проблемы. Основные критерии, на которые стоит обращать внимание – правильный полив. При избыточном поливе у растения начинают загнивать корни, а листья цветка антуриума покрываются темными коричневыми питными и чернеют. Если вовремя не устранить причину, растение может полностью потерять листву. Без листьев цветок может остаться из-за недостатка влаги, куст постепенно желтеет, засыхает, увядает. Поддержание высокого уровня влажности окружающей среды. Антуриум – это растение экзот, поэтому любит очень влажный воздух. Его можно сделать таковым с помощью тарелки с мокрым керамзитом, водой, влажным мхом или с помощью специального увлажнителя воздуха. При низкой влажности цветок начинает засыхать, а на листьях появляются насекомые паразиты, которые способствуют образованию темных пятен и отмиранию листовой пластины. Регулярные проветривания – то, что необходимо антуриуму. Застоявшийся воздух негативно отражается на внешнем виде цветка и приводит к засыханию листовых пластин. Важно! Необходимо следить за качеством воды. Она должна быть мягкой, нейтральной, хорошо отстоянной комнатной температуры. При поливе слишком холодной водой листья могут чернеть и опадать. Коричневые пятна на листовых пластинах – недавняя пересадка. Если после недавней пересадки листья антуриума желтеет, сохнут скорее всего дело в новом грунте. Он должен соответствовать следующим требованиям – быть питательным, рыхлым, обогащенным большим количеством минеральных смесей. Подойдет и специальный грунт для антуриумов и самостоятельно приготовленная почву смесь. Она должна состоять из легкого дерна, перегноя, торфа, речного песка или перлита, комплексного минерального удобрения. Важно! На дно горшка обязательно должен был уложен слой дренажа. Лучше всего подойдет керамзит. Болезни и вредители, разумеется, болезни и вредители вызывают повреждения листовой пластины антуриума. Болезни появляются редко у растения – хороший иммунитет. Исключение может быть только для корневой гнили, возникающей в результате систематического переувлажнения. Вредители опасны для цветка – щитовка, паутинный клещ, тля. Бороться с ними нужно с помощью инсектицидов, продающихся в любом цветущем магазине. Лист, поврежденный вредителями, почему сохнут только кончики листьев? Иногда у антуриума сохнут только кончики листьев. Это происходит либо из-за слишком сухого воздуха, либо при появлении определенных насекомых-вредителей. Эту же проблему могут вызвать слишком долгие солнечные ванны, которые способны привести еще и к солнечным ожогам. Последние проявляются в виде желтых или бурых пятен на листах. Засохшие кончики листьев – причина появления желтых листков. Если молодые листки желтеют и высыхают, не успевая как следует подрасти, нужно обратить внимание на уровень влажности в помещении. Возможно, воздух нуждается в срочном увлажнении. Иначе листья антуриума будут сохнуть. Чаще всего пожелтение и высыхание начинается по краю листа. Эта же проблема становится актуальной, если уровень содержания хлора в воде для полива превышает допустимую норму. Совет. Нужно следить за количеством подкормок, не превышать их объем. Как лечить антуриум, если его листва желтеют и сохнут? Бывает, что антуриум листья коричневеют и сохнут. Это происходит из-за несоблюдения основных правил. Важно следить за тем, чтобы температура в помещении находилась на одном уровне и не было никаких резких перепадов и скачков. Сухой воздух навредит антуриуму в любом случае, поэтому в сильную жру цветок должен опрыскиваться из пульверизатора листья, но не цветы. Помещение должно проветриваться. В летнее время можно выносить горшок с антуриумом на балкон или открытую веранду. Но в этих помещениях не должно быть сквозняков, иначе цветок переохладится и не сможет цвести. Листья опадут. Всегда при посадке и каждой пересадке необходимо укладывать на дно горшка хороший слой дренажа. Такая несложная процедура поможет справиться и с застоем воды, и с насекомыми вредителями. Совет. Пересадки стоит проводить один раз каждые три года. Это необходимо цветку для того, чтобы грунт не успевал истощаться, а также для обновления дренажного слоя. Как ухаживать за растением, чтобы избежать проблем с листьями? Чтобы листья антуриума не чернили и не увидали, а также чтобы избежать появления на них пятен различной этимологии, необходимо соблюдать все правила ухода за цветком. Прежде чем пересадить его на новое место, стоит подобрать правильный горшок, подготовить грунт, а также предоставить цветку такое расположение, чтобы солнца было достаточно, но при этом его лучи были рассеянными. Иначе на листьях могут появиться сильные ожоги, особенно в жаркие летние дни. Субстрат никогда не должен окончательно высыхать, поэтому поливать растения надо регулярно, как и рыхлить очву. Можно также мульчировать субстрат вокруг куста влажным мхом или другим натуральным материалом. Листья нуждаются в систематическом опрыскивании и еженедельном протирании листовой пластины влажной тряпкой. Периодически цветок нуждается в регулярных подкормках. Азотистые удобрения способствуют наращиванию зеленой массы растения. Но с ними нельзя перебарщивать, куст может засохнуть от их избытка. Калина фосфорные помогают заложить как можно больше цветов, продлить срок и увеличить интенсивность цветения. Уход в домашних условиях за антуриумом достаточно прост. Почему сохнут и желтеют листья выяснить также несложно. Своевременное выявление и устранение проблемы позволяет долго наслаждаться ярко-красным цветением и сочной зеленью листвой. Здоровое, красивое растение будет радовать и своего хозяина, и всех членов семьи и гостей, приходящих в дом.